Привет, друзья! Сегодня я снова собрал 10 игр стима, которые можно купить не дороже 100 рублей в магазинах, ссылки на которые будут в описании. И давайте посмотрим, какие игры мы можем приобрести за такую копеечку и насколько интересными они окажутся. Ender & Harvey The Breakout Anniversary Edition. Это приключенческая игра в жанре Point & Click, которая рассказывает историю молодой девушки по имени Эдна, очнувшейся в психушке и не помнящей, как она туда попала. А вместе со своим плюшевым кроликом Харви она должна раскрыть правду о своем заключении и вырваться из лаптироничного директора лечебницы доктора Марселя. Геймплей сосредоточен на решении головоломок и взаимодействии с персонажами для продвижения по сюжету. Геймеры будут собирать предметы и использовать их для решения головоломок, а также вступать в разговоры с различными обитателями психушки, чтобы получить информацию и подсказки. Одной из ключевых механик игры является способность Эдны раздваивать свою личность, что позволяет ей принимать различные образы и использовать их для решения головоломок и манипулирования персонажами. Эта механика используется на протяжении всей игры для доступа к областям и информации, которые иначе были бы недоступны. На протяжении всей игры игроки будут исследовать различные места в психушке, включая комнаты пациентов, столовую и сад. Мир игры представляет собой извращенную версию реальности с сервистичными элементами и мрачным макабрическим тоном. Arkina of Sci-Fi Noir Adventure – двухмерная приключенческая игра, которая окунет нас в мир наура и научной фантастики. Исполни роль главного героя – профессионального следака, столкнувшись с громким делом, которое впоследствии полностью изменит его жизнь. Основа игрового процесса заложена в стилистике «Укажи и щелкни». Имеет особую динамику и массу интересных миссий. На протяжении всего времени прохождения тебе потребуется проявлять талант секретного агента, развивать собственные навыки и справляться с непростыми задачами, где любое совершенное действие и принятое решение будут иметь последствия. Линия сюжета довольно увлекательная, обладает массой неожиданных событий и секретов, разговаривать которые будет не так уж и просто. Отправляйся в мир будущего и сделай все возможное, чтобы его изменить. Будь внимателен, избегай столкновения с противниками и раскрой все самые мрачные тайны. Графическое исполнение продумано на отлично и позволит любому игроку с головой окунуться в общую атмосферу игры. Швайн HD Remaster Отличная перезагрузка игры 2001 года в жанре стратегии, действие которой происходит в режиме реального времени. Здесь тебе предстоит стать участником жестокой битвы между свиньями и кроликами, которые добиваются захвата власти в огромном королевстве. Есть возможность одиночного прохождения, а также отличного времяпопровождения с другими участниками многопользовательского режима. Тем, кому ближе однопользовательский режим, разработчики представили увлекательную компанию, которая включает в себя не один десяток самых разнообразных миссий и задач. Здесь пригодятся твои тактические навыки планирования действий, так как именно они проложат путь к успеху. Тем, кому ближе по душе онлайн прохождения, игра подготовила также немало сюрпризов, загадок и миссий. Врагами на этот раз станут не компьютерные боты, а реальные пользователи, которые намерены во что бы то ни стало тебя уничтожить. Также игра представит возможность погрузиться в красочный мир и разгадать все его мрачные тайны с помощью твоего стратегического мышления. Режимов в игре масса, поэтому каждый для себя сможет найти что-то интересное и по своему вкусу. Milky Way Prince The Vampire Star. Проект, разработанный в стилистике визуальной новеллы, обладающей незаурядной линией сюжета и массой неожиданных поворотов. Ты погружаешься в историю, связанную с любовью и ненавистью, идеализацией и интимностью. Познакомишься с массой интересных персонажей, каждый со своими потребностями, желаниями и душевной драмой. Для начала выбери главного героя, а затем сделай все, чтобы он добился успеха. Будь внимательным, ведь любое принятое решение и совершенное действие будет иметь последствия. По мере прохождения ты сумеешь обзавестись партнером и постепенно будешь узнавать его с хорошей и плохой стороны, делая выводы на будущее и создавая максимально комфортные условия совместного существования. Отличной особенностью игры является ее линия сюжета, обладающая сразу несколькими концовками и позволяющая игрокам пройти ее не единожды, смотря на мир темной любви с разных сторон. Графика отлично продумана и обладает уникальной рисовкой, что позволит с головой окунуться в общую атмосферу игры. Worms Rumble Это захватывающая игра в реальном времени, в которой игроки сражаются друг с другом в стремительных битвах, в которых последний червяк остается в живых. В красочном мультяшном мире игроки управляют червяком и сражаются с ними, используя разнообразное оружие и предметы. Геймплей основан на быстрых рефлексах и стратегическом мышлении. Геймеры должны перемещаться по различным локациям игры, используя местность в своих интересах и обгоняя противников. Для уничтожения противников они могут выбирать из различных видов оружия, включая базуки, дробяки и гранаты. Сюжет прост. Игроки черви, и они должны сражаться за то, чтобы остаться последним червем. Есть несколько режимов игры, включая Dead Match, где игроки должны бороться за то, чтобы остаться последним выжившим, и Last Worm Starding, где игроки должны выжить как можно дольше против постоянно увеличивающихся числа противников. В игре есть несколько игровых локаций, каждая со своим уникальным рельефом и опасностями. Игроки могут сражаться в городе, на строительной площадке или даже на тропическом острове. Каждая локация наполнена интерактивными элементами, такими как разрушаемые здания и экологические опасности, которые игроки могут использовать в своих интересах. Игроки также могут использовать бонусы, такие как здоровье и скорость, чтобы получить преимущество в бою. А благодаря разнообразию игровых режимов, локации и оружия на выбор, у игроков никогда не иссякнут способы перехитрить и переиграть своих противников. Shadow Tactics – Blades of the Shogun Игра в стиле тактики, где также имеется прохождение через стелф. На этот раз тебе предстоит отправиться в большую страну Японии и начать вершить новую историю. Ты сыграешь роль отважного лорда, который должен сделать все возможное, чтобы свергнуть с престола Сюгуна и незамедлительно прийти к власти. Для того, чтобы достичь своей цели, тебе необходимо собрать отряд отважных бойцов, каждый из которых будет профессионалом своего дела, а также иметь определенного рода навыки и умения, которые помогут ему справиться с любыми, даже самыми сложными соперниками. Отныне твой отряд заполонили. Ниндзя, мастер при воплощении, самурай, мастер ловушек и снайпер. Каждая из этих способностей может уничтожить любого, кто встанет на твоем пути. Конечно же, необходимо постоянно развивать свои навыки, иначе ты просто не сможешь сразить боссов на более сложных уровнях. Black Mirror 3 Black Mirror 3 – это превышенческая игра в жанре Point & Click, действие которой происходит в вымышленном городе Willow Creek, где игроки берут на себя роль Самуэля Гордона, молодого человека, который возвращается в родовой дом своей семьи после смерти отца. Игровой процесс вращается вокруг исследования особняка семьи Гордон, решения головоломок и взаимодействия с различными персонажами, чтобы раскрыть темные секреты прошлого семьи. Игроки могут использовать такие предметы и оружие, как фонарик, ломик и револьвер, чтобы перемещаться по игровому миру и решать головоломки. По мере того, как Самуэль все глубже погружается в тайну своей семьи, он раскрывает паутину обмана и безумия, которое грозит поглотить его. Он должен столкнуться с призраками своего прошлого и извращенными воспоминаниями своих предков, чтобы раскрыть правду и избавиться от проклятия черного зеркала. В игре представлены разнообразные локации, такие как Особняк Гордона, местное кладбище и сам город Уиллоу Крик. Игровой мир богат деталями и атмосферой, погружая игроков в захватывающую и жуткую историю. Сама же игра разделена на несколько глав и имеет несколько концовок в зависимости от выбора игрока. Outcast Second Contact Игра с довольно масштабным миром и массой возможностей, где ты будешь проходить многочисленные испытания, борясь за жизнь. Здесь тебе предстоит исполнить роль солдата, который служит в элитном подразделении и отправляется на совершенно неизведанную планету для ее освоения и завоевания. Поворотов в сюжете будет более чем достаточно, что сделает игровой процесс более интересным и занимательным. Главной особенностью является то, что здесь у тебя не будет ограничения в действиях. Делай все, что захочется и иди туда, куда посчитаешь нужно. Повсюду сложные загадки и тайны, которые не так уж и просто разгадывать. Ты будешь обладать самым разным оружием, как холодного типа, так и огнестрельного, при этом сражая на повал тысячи врагов. Игра сможет порадовать графикой, которая проработана до мелочей. Hero of the Kingdom 3 Приключенческая игра в жанре RPG, где тебе предстоит отправиться в доисторический мир, в котором царят свои правила и законы. Сюжетная линия в первые две секунды поведает тебе о том, что на твои плечи ложится огромная ответственность по спасению мира, в который ты отправляешься. Исполнение долины, территорию каждой из которых тебе необходимо защитить любыми доступными способами. Все дело в том, что на поверхность планеты обрушилось беспощадное и жестокое зло, которое намерено подвергнуть пыткам всех, кто встретится у него на пути. Этого тебе необходимо не допустить никоим образом. Ты сыграешь роль отважного и могущественного воина, который взял на себя ответственность за жизни ни в чем не повинных людей. Изначально нам представляют главного героя как простого охотника, совершенно не подозревающего о том, что ждет его в будущем. Судьба подготовила для тебя массу не совсем приятных сюрпризов, именно поэтому ты принимаешь решение распрощаться с мирной и спокойной сельской жизнью. Древнее зло сумело восстать и теперь отправилось на сокрушение огромного королевства, выпустив на свободу безжалостных, наполненных жутью монстров, справиться с которыми под силу только нашему герою. Ты должен следить за своим состоянием, а также постараться нанять могущественную армию, чтобы эффективнее справляться с поставленной задачей. Remnants of Naze Уникальная в своем исполнении игра, которая является хорошо проработанным экшен-платформером, где ты попадаешь в мир опасностей, одолевать которые ты сможешь с помощью имеющегося в арсенале крюка. Будь очень внимательным и метким, чтобы одолеть все сложности, которые тебе подготовил тот или иной уровень. Будь сосредоточен и постараться как можно чаще цепляться за определенные места, чтобы сохранить собственную жизнь. Темп игры будет максимально высоким, поэтому обдумывай каждое свое действие быстро. Здесь основной акцент разработчики сделали именно на свободе передвижения, где также присутствует надежное управление персонажами и отсутствие ограничения по скорости. Ты сыграешь роль главного героя по имени Кайра, необычный человек, который разделяет свое тело с душой древнего громового дракона. Благодаря именно этому дракону наш главный герой получил уникальные способности и умения, которые он должен развивать на протяжении всего игрового процесса. Кайру необходимо использовать свою силу для того, чтобы стереть с поверхности земли все останки злобного дракона, чтобы они не принесли тьму планете. Спасибо, что провели время вместе со мной и поучаствовали в моем небольшом гейминг-эксперименте. Надеюсь, что вам видео понравилось и вы нашли для себя что-то новое. До новых встреч и всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова